ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ Что такое СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ? Вот первый вопрос, который мы должны разобрать. Здравствуйте. Что такое СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ? Вот на эту тему еще в работе немецкой диалоги Марс писали, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. А что значит производство непосредственной жизни? Производство людей как биологических веществ и производство средств для поддержания жизни. Для того, чтобы заниматься наукой, искусством, политикой, культурой, идеологией, нужно есть, пить и одеваться и иметь крышу над головой. Поэтому под социальным бытием принимается производство материальных благ. Производство материальных благ. Ну вот, поскольку мы будем говорить о производстве, нам нужно уточнить понятие. Начнем мы не с производства, а с более простого понятия, с понятия труда. Что такое труд, кто скажет? Преобразовательное, преобразующее, преобразовательное. Преобразовательное, это как образовательное звучит. Преобразовательное, направленное удовлетворение потребностей. В чем создание материальных благ? Ну, в принципе, это правильное понимание труда. У Марса есть красивое определение труда. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. То есть, труд это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Нас с вами постоянно окружает природа, в том числе преобразованный человеком в ходе труда. Правда? Но если мы сейчас оглянемся вокруг себя, кругом мы увидим предметы труда. Результаты труда. Правильно? И все это природа какая? Очеловеченная природа. Стол, за которым мы пишем. Скамейка, на которой мы сидим. Лампы, которые сделаны из чего? Щекло. Щекло из чего делается? Кварцевого песка. Да, из кварцевого песка. Да, и так далее. Все, что мы здесь наблюдаем. Пластмасса тоже имеет в качестве сырья какой-то природный материал. То, что мы здесь наблюдаем, все так или иначе преобразованная природа, результат деятельности человека по преобразованию природы, по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которого он приспосабливает вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Но это труд. А что такое производство? Это более сложная категория. В связи с этим я хочу задать вам вопрос. А бывает так, что производство идет, а труд не идет? Наверное. А? Наверное. Мы сейчас говорим с вами об общественном бытии. Духовное производство не есть непосредственно преобразование природы, а посредственно все влияет на природу. Даже если вы окуру кинете, то испортите природу. Так что это или я, я вам сказал, пойдите и вскопайте, кто у нас будет преобразовывать природу, я или вы. Я духовное у меня производство. Я вам сказал, идите копайте, а вы будете копать. Или скажете, я пришел, спрашиваю, что вы умеете, могу копать, а еще могу не копать. Я поставил вопрос другой, о том, что можете ли вы привести пример или указать ситуацию, когда все два различия понятий производства и труд. Производство продолжается, а труд не совершается. Механизированное производство. Хорошо, механизированное производство. Ну как, вы покажите, как в механизированном производстве труд не совершается, а производство идет. Я бы на вашем месте выкрутился. Очень просто, представьте себе станочника. Он поставил заготовку на станок, включил определенный режим и стоит и смотрит, как идет обработка металла, да? Это вот такая ситуация бывает. Ну а более длительные такие сроки, что месяцами, месяцами труд не совершается, а производство идет. Годами труд не совершается, а производство идет. Что? Где? Где? Мысль. Так, кто у нас специалист по сельскому хозяйству? Есть? Хлеб. Хлеб потребляете? Ну вот, картошку. Ну, это тоже надо обихаживать. Так, хлеб потребляете. Какой бывает хлеб? Это с точки зрения потребления разное бывает. Подовый, румяный. А с точки зрения производства? Культуры какие бывают? Зерновые. Это уже виды культуры. Азимые. И бывают. Вот как, когда сеют озимые культуры? Ну хорошо, если озим стухнулся, то это озим, да? А тут не озим, а озим. Когда их вот? До зимы или после зимы? Перед зимой. Перед зимой. А что, перед зимой, прямо вот когда мороз ударит, то сразу начинает сеять, да? Нет, заранее, до снега. Когда? До снега. Когда примерно? В каком месте? Октябрь, наверное. Октябрь, да. Видите? Вот человек вот не торопился на лекции, спокойно сидел, думал, или шел, думал, придумал, пришел. Только я хотел на него напасть. А он, видите как, он знает. Но он яровой, то есть он пришел тут уже позже. А озимые культуры? И высаживаются, или высеиваются. Когда? В октябре. И уже в октябре вот стоят такие озимые. Никто не видел, как они растут? Очень красиво, да? Очень красиво. В октябре такой зеленый изумрудный ковер. Такие поля изумрудные. Причем свежая молодая зелень. Когда все уже тут осень. Все уже деревья облетели. Октябрь. Все уже убраны. Ну, в природе не так, как нам иногда представляется. Вот, например, когда образуются почки? Весной или осенью? Осенью. Осенью. А когда распускаются почки? Весной. Значит, осенью – это время образования почек. Да? Хорошее время. Распуститься каждому разу. Вы образуете почки. Почки, значит, уже… То есть, вот тогда, когда все замечают, что листья летят, а выталкивают эти листья, вот те почки, которые там как раз появляются. Вот на том месте, где была ножка этого листа, появляется новая почка. И эта почка сбрасывает этот лист. Поэтому… Хоть говорят, что это грустная пора. А что грустного, если появляются почки? Это грустно, что ли? Вот эти студенты пришли, и они еще как бы не раскрывшиеся научные работники, не раскрывшиеся специалисты в становлении. И что, грустно, что первый курс пришел? Почему должны мы грустить? Я не очень понимаю. Вот осень – же такая пора. Да? Ну, надо пересмотреть взгляды на осень. Ну вот, что дальше с этой озими будет? Она под снегом будет. Под снегом будет. А что она будет делать под снегом? Умирать или расти? Расти. Расти. Она живая? Да. То есть она будет укрепляться, она будет закаляться. Это будет самое первое упражнение. Да, корневая система будет. Вот она будет дышать, и, следовательно, она уже к весне… Но самое главное, что когда она пойдет в рост? Как только начинает растаять снега. А что касается яровые, вы можете посеять яровые сразу, когда растаять снега? Не можете. Почему? Потому что на полях технику не выведешь. Грязь все промокшая. И ни трактор не выйдет, ни сейлки не выйдут. Когда они выйдут? А вот когда влага уйдет как раз, которая особенно нужна, и которую заберут все эти азимы. Азимы – это как раз то влагу заберут. А вот после этого уже появятся люди, которые с сейлками будут сеять яровые. Поэтому яровые с известным запозданием сеются по сравнению с тем, что когда бы надо было их посеять. Правда? Ну а в природе, как вы думаете, семена, они что, яровые бывают или только зимы? Ну когда семена падают в землю в природе? Если вы не успели срезать пшеницу, они когда, стерна, куда упадут в пшеницу? Снег. Осенью или весной? Осенью. То есть это естественно, осенью все семена падают в землю. Поэтому осень, еще раз, для всей природы – это пора посева. Правда? Это грустная, что ли, пора? Чего все так грустно так? Вот посеяли новые цветы, все вот ромашки, например, откуда они появляются? Там у них есть средняя часть – это семена, они высыпаются все. Все семена цветов высыпаются осенью. Это грустная или это как раз такая перспективная? Много обещаю, вообще оптимистическая пора. Правда? Ну, вот, яровые задерживаются, поэтому урожай яровых значительно ниже, чем урожай озимых культур. Тех же самых, вроде бы, культур. То есть самые пшеницы. Но мы это вот так подробно разбирали, чтобы подчеркнуть такой момент, что тогда, когда озимые растут, производство идёт? Пшеницы. Идёт. А труд совершается? Нет, труд не совершается. Поэтому отъявлять труд и производство нельзя. То есть это близкие понятия. Если, скажем, не приложен был труд, не посеяли, то не будет и урожая, да? Но после того, как труд приложили, это не значит, что он постоянно совершается. Может быть, очень длительные перерывы. Например, зимой обсуждается, рассматривается вопрос, а как, по какой цене будут продавать горюще-смазочные материалы, правительство собирается. Заключаются договоры на то, чтобы осуществлять уборку озимых и тому подобное. Но это происходит не на полях, а в бизнес-центрах или в других местах, в министерствах, в сельхозпредприятиях. Или другой пример. Как вино делаете? Сначала выращиваете виноград, так? Убираете его осенью. Потом этот виноград, когда его соберут, его давят и получают сусло. Давят, говорят девушки молодые, ногами. Наверное, легче ногами давить его, чем руками. Из этого сусла можно делать или сок, или вино. Ну, вот вино. Оно должно перебродить, и потом его наливают в дубовые бочки. И дальше что? Производство закончилось? Нет. И отправляют их в погреба вины. И вот там идет созревание вина. И вот ценится какое вино там. Одного года выдержки, двух лет, пяти лет выдержки, десяти лет выдержки. Наиболее ценное то, которое выдерживается дольше, да? Скажем, подается вино десятилетней выдержки. Какая в нем сила заключена? Сидели мужики десять лет, и так и не вывели это вино. Смотрели на него, знали, что оно есть. А вот выдержали. Выдержка какая тут заключена? Сила воли, поэтому очень ценное вино. Так, а труд шел? А производство нашло? Шло. Значит, не будем смешивать все-таки, при этом, при том, что это близкие понятия, смешивать их не будем. Потому что труд может быть, например, должен совершаться Робинзоном и Пятницей на отдельном острове необитаемом. Там, где кроме Робинзона и Пятницы никого нет. Палку взяли и копаете этой палкой землю, разверхлили, или это какие-то семена посеяли, какие там нашли. Или палкой сбивают какие-то плоды, которые они увидели. Верно? А вот производство там не идет. Что такое производство? Поэтому давайте запишем, что такое производство, и разберем это определение основательно. Поскольку у нас нужно не просто производство, а общественное производство рассматривается как общественное бытие. Поэтому надо его твердо знать хорошо, и от этого базиса идти дальше. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Значит, мы с вами находимся на такой стадии своего развития, когда мы уже не должны допускать нахождения в голове таких слов, содержание которых не просто не известно, а содержание которых точно не определено. Правильно? Поэтому давайте мы в этом... Сейчас я вас буду допрашивать по всем словам, а если какие-то слова вы не понимаете, я буду соответственно содержание их рассказывать. Так, производство есть процесс. Процесс что такое? Взаимосвязанная цепь операции. А? Взаимосвязанная цепь операции. Что, что связанная? Операции. Что операции? Вы хирург, что ли? Какая операция? Ну, я не спрашиваю, с чем оно связано. Все связано. В мире все связано. Мы с вами связаны одним семинаром или лекцией, правильно? Тоже связано. Я спрашиваю, что такое процесс? Вы мне говорите, процесс это связано с тем, с тем, с тем. Я не спрашиваю, с чем связано. Это вроде того, что я бы спросил, что такое шторы. Вы скажите, а вот видите, веревка там висит. Она связана с этой шторой. Связана. А шторы что такое? Я спрашиваю, что такое процесс? Вы говорите, она связана... Или вас, про вас спросил. А он связан, говорит, вот с той девушкой, которая рядом сидит. И сзади еще молодой человек, вы с ним тоже связаны. Чем вы связаны? Местом. Это ближайшие к вам люди, наиболее близкие. Процесс что такое? Вы мне карася, запарася, пожалуйста, не выдавайте. Я спрашиваю процесс, давайте процесс. Вы же не будете говорить, что я в первый раз услышал, как бы заступил в университет Санкт-Петербургский государственный. Такое слово вот услышал, хочу теперь узнать. Это требование сейчас предъявляется. Если мы рассчитываем на то, что мы будем выпускниками университета, ну не может быть так, это люди просвещенные, то есть которые хоть знают, чего они говорят. Может это что-нибудь, какое-то ругательство, о котором мы говорим. Надо что знать. Так кто скажет, что такое процесс? Какие есть гипотезы? То самое такое время и место для того, чтобы проявлять инициативу творческую, так сказать, обдумать. Какие предложения есть? Процесс. Вот вы ничего не знаете, что такое процесс? Как-то даже мне странно. Что я один тут знаю, что такое процесс? Мне даже осталось страшно. Я не думаю, что я такой умный. То есть такой вот есть. Иногда так думаешь, неужели я такой умный, что я знаю, что такое процесс, а другие не знают. Это ужас. Некоторые поэтому так гордятся. Сажайте, вот он знает, что такое процесс. Давайте я вам скажу, вы тоже будете гордиться. Процесс – это изменение во времени. И будете гордиться. Только не говорите, что я вам это сказал. Будут спрашивать, сказать, с детства сдаю. Изменяю времени. Процесс. Дальше идет присвоение. Так, что такое присвоение? Это задача не легче. Это объявление чего-либо не являющегося своим до сих пор. Мы объявляем это своим. У вас это как называется? Вот это вот рубашка у вас или свитер, или баллонка, как это вот называется? А? Кофта. Кофта? Да. Хорошо, я объявляю ее своей. Все? Это достаточно? Считайте, что я уже ее присвоил. Сейчас он на меня в суд пойдет подавать. Потому что я присвоил его кофту. По вашему определению, это я присвоил уже ее. Вы же такое определение дали. Объявляю. Если я объявляю, что это не полное. Ага, а хотели меня по полной засудить. Объявление не полное. Давайте я рассказываю, что такое присвоение. Это процесс. А? Это процесс изменения состояния вещей. Состояние чего? Людей? Состояние вещей. Состояние вещи? Оно все время меняется, молодой человек. Мы же с вами диалектики. Диалектика постоянно меняется, все вещи. Они находятся в постоянном движении. Все движется. Прокажение ее принадлежности к кому-либо. Интересно, а кто это присваивает? Если не везет к кому, принадлежности к кому. А что такое присвоение это так? И непонятно. Все, что ли, одно время присваиваетесь? Принадлежности, изменения, как-то так все слова наговорили. А как узнать-то, кто присваивает? Вы или я? Раз вам все равно непонятно кто, отдайте мне свой телефон. Мне свой телефон. Все равно это будет процесс изменения. То есть все, принадлежности. Тут же из этого нельзя понять, кто собственник, правильно? Кто присвоил. Давайте его сюда. А что вы не даете? Жадный, значит. Подержать бы хоть дали. Я бы позвонил, злоносчик сделал. Так, а усвоение, знаете, что такое? Вы сегодня завтракали, вот. Завтракали. Идет процесс усвоения? А здесь не усвоение. Не надо путать. Это присвоение идет. Так вот, присвоение. Тоже, как вот доходит дело до определения. Оказывается, не так-то просто это дело сказать. Да? Присвоение это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Ну вот, например, приехали колонисты в Америку, как известно, из Европы. В Прерии. Вот степь. Ну, первым делом, как люди демократически развиты, перестреляли местных жителей индейцев. После этого решили, что надо как-то обзаводиться своим хозяйством. Раз, и огородили кусок земли. Один, дорогие, другой, другой кусок, дорогие. Вот вы зашли на этот кусок, раз, у вас их пристрелили. И до сих пор, там, в соответствии с законодательством США, оружие можно покупать и с ним ходить. Сели не на ту парту, пац, еще. Идет тогда процесс присвоения? Идет? В этом случае идет. Превращение. Присвоение это процесс превращения в свою жизнедеятельность. Или идете вы по магазину «Магнитный». Видите пирожок. Взяли пирожок и начали его есть. Или просто взяли его и пошли на выход. Это процесс превращения в свою жизнедеятельность. Вы же несете. Может, и не жуете, а может, просто несете. И пошли. Там надо удивляться на кассе, думать, что с ним делать. Вроде мало. Илья допускать такого. А вроде за этой ответственности никакой нет. За один пирожок-то. Что, какая ответственность может быть? Никакой. Но шума может быть много. Как вот превратить в свою жизнедеятельность? Вот когда есть какой-то природный процесс, вот та же самая пшеница, о которой мы с вами говорили, она ведь и до человека росла. Правильно? И до того, как человек стал превращать ее в процесс своей жизнедеятельности. И вот он с помощью труда, с помощью того, что он собирал семена, хранил, и весной высевал, или поскольку в схожесть они эти семена не теряют и могут храниться не один год, то он может сеять их в качестве озимых уже не там, где они высевались, а в другом месте. Правда? Там, где ему удобно, или, может быть, на значительном расстоянии от того места, где эти семена вызрели. И он тем самым этот, вот этот процесс превратил, превратил этот предмет природы в процесс своей жизнедеятельности. То есть это входит в жизнедеятельность человека. Для того, чтобы человек существовал, надо, чтобы высевалось зерно, чтобы оно заготавливалось, чтобы производились сельскоязвленные машины, чтобы люди выходили и сеяли, и убирали, и так далее. То есть для того, чтобы все это совершалось, присвоение, вот необходима та деятельность, которая называется деятельность по присвоению. Так вот, значит, производство есть процесс присвоения предметов природы. Ну, я думаю, это все знают, что такое. Правильно? Хотя предметы природы, бревно, это предмет природы. Железокусок предмет природы. Хотя этот железокусок, он сделан не сразу. Да? Значит, в природе встречаются прямо куски железа или нет? В девственной природе. Руда. Руда. А из руды что надо получить сначала? Что получается? Сразу, если начнете, есть такой процесс сразу из руды железа. А что вы получите из руды? Не знаете? Она бесполезная. А? Она бесполезная, без процесса. Как это бесполезная? Может быть, руда бесполезной будет? Зачем тогда ее добывается? Как же вы? Она не бесполезная, а сырье для производства железа. Ну как превратить это сырье в железо? Что нужно делать? Плавить. А? Очищать от примеси. Ну очистили и от примеси. Это называется обогащение руды. Она теперь богаче. Теперь на килограмм этого, того, что вы не держите в руках, больше в ней железа, концентрация. Это обогащение руды. А дальше что? И сидите с этим. Плавить надо. Плавить надо. При какой температуре она плавится, не знаете? Тысяч пять. А? Тысяч пять. Тысяч пять. Вот если вы дрова заложите в печь, начнете эту самую... Не получится. Не получится. Садная печь. Гриня. А что туда надо в качестве топлива помещать? Коксующийся уголь. Уголь коксующийся. Нет. Это у вас тут перепутано. Коксующийся уголь сначала надо превратить в кокс. Потому что коксующийся уголь такой температуры не дает, которую вы назвали. Поэтому есть коксовые батареи. Вот уголь нагревают при высокой температуре. Из него выделяются разные газы. Потом некоторые лишние жидкости. И становится такой пористый кокс. Легкий. топливный такой материал. Вот этот кокс уже используют в доменных печах. И туда загружают руду, кокс и клавиат. И что получают в итоге? Чего? Что, и так жидким уходит, что ли? Ну, что, так все это будет стоять бесконечно, что ли? И что будет? Какой металл получится? Сплав. А? Сплав. Что получится? Сплав. 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 Металл какой, я спрашиваю. Как называться? Вес. Не, не так называется. Стар. Ну, что производят в доменных печах? Помогите товарищу. Переплавка. Переплавка. Все вам плавит. А если я плавлю свинец, тоже будет плавка. А если олово? Олово я могу на газе поплавить. Если вы знаете, что все эти паяльники существуют для того, чтобы расплавлять олово, просто нагреваешь там электричеством, да и все, какая проблема. А вы свинец никогда не плавили? Возьмите банку консервную и туда бросьте свинца и нагревайте на газе, пожалуйста, наливайте формы, какие надо. В чем проблема? Биты можно делать. Фигурки можете отливать свинец. А свинец получить легко он. В куски валяются кабели, они там обычные, закрытые такой свинцовым колпаком. Так, ну или можно купить грузила всякие продаются в магазинах свинцовые, нет проблем. Но это тоже будет плавка. Я же спрашиваю про железо. Ну вот если железо плавили, плавили в доме на печи, что получилось? Сказать? Это вообще я не должен был говорить, это вроде не предмет этого философии. Чугун это называется. Чугун. Чугун из причем из чугуна можно делать разные чугунные батареи. Он хрупкий, потому что если вы сильно ударите по батарею, она разобьется. Попробуйте по железу ударяйте, ничего особенного, не разобьется. А вот по чугунной да. Чугун бывает. Чугунные сковородки очень хорошие, на них хорошо жарятся, хорошо моются. Светлые они, есть даже светлый такой чугун. Разные сорта из чугуна. Чугун. А дальше вам что нужно? Вы еще вообще будете делать? Не слышали такое понятие как сталь? А сталь из чего делает? А? Из железа. тоже из железа. Не тоже из железа, а уже из чугуна. Это не тоже, это передел, следующий передел. Вот из чугуна с добавлением стали, обязательно, металлолома. И уже в других печах, скажем, или в электрических печах, или в других, делаются в стали плавильных специальных печах, вот там уже делается сталь. И, может быть, туда добавляете еще хром, допустим, марганец, и, соответственно, виды стали могут отличаться по твердости, по качеству и так далее. Так. И вот это будет процесс присвоения предметов природы, правильно? Присвоение предметов природы, потому что сначала была руда, это предмет природы, который в природе прямо найти, надо его выкопать. Он не лежит на поверхности, как правило, хотя на поверхности можете видеть ржавые болота, такие ржавые, какая-то ржавчина. А это признак того, что здесь есть сталь, не в перспективе, в потенции, а на самом деле железо. Так. Потом вы получили, когда чугун, это тоже предмет природы, но уже очеловеченная природа, потому что чугун в природе не встречается, девственный. потом вы получили уже сталь. И все это железо, конечно. И это железо, и это железо, потому что руда, это соединение железа, там ферм-2, О3, или ферм-3, О4. А если вы берете уже чугуны, то железо, а в сталь добавляют еще обязательно углерод. Углерод, если сталь, говорят. твердая такая сталь, прочная, углеродистая сталь, инструменты из нее делать. Так, продолжаем дальше изучать нам определение процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. Какие формы общества вы знаете, и что это такое форма общества? общества объединены на совокупность отношений, определяющие характер производства? Ну, как называется это форма общества? Общественство. А? Общественство. Как? Общественство. Ну, какие бывают? Так, это называется общественство, всеобщественное здесь, социальное. Способ производства. производства. Значит, какие мы знаем способы производства? Мы их знаем очень мало. И в науке известно всего их несколько, всего пять штук. Первобытная община и коммунизм, рабовладельщики способа производства, феодальный способ производства, капиталистический способ производства и коммунистический на основе отрицания или снятия предшествующих способов производства, на основе капитализма уже возникшей. Так, итак, производство есть процесс присвоения природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Вот то обстоятельство, что за этим стоит общественная форма, вот когда мы говорим о труде, мы от нее абстрагируемся, правильно? Вот говорим, есть процесс воздействия на природу, вскоре которого происходит этот обмен веществ, и преобразуется природа и удовлетворяет мои потребности. А здесь мы видим, что в понятие производства входит и общественная форма производства. Это только потому, так получается, что вот азимы посеяли, они будут убраны, и будет сделана мука, и появятся потом белые булочки. Это потому, что есть общественная форма производства, которая обеспечивает процесс присвоения предметов природы человеком. Поэтому можно сказать, что способ производства – это способ присвоения. Поэтому Марс говорит, что на самом деле производственные отношения – это и есть отношение собственности. Не как и юридическая какая-то бумага, которая говорит, кто собственник, а как фактическое присвоение. Сейчас, например, это забыто даже при формировании некоторых государственных документов. Например, говорят, что вот собственность появляется с момента регистрации. Вот про этих колонистов я вам рассказывал. Собственность с момента регистрации появилась или с момента, когда он огородил и стал пользоваться этим участком и не пускать туда никого. И добился того, что и другие люди признали за ним эту собственность. Попробуй и не признай. А сейчас пишут, что вот собственность появляется с момента регистрации. Вот представьте себе этих несчастных дольщиков, которые вложили, скажем, три миллиона последних. Собирали, собирали всю жизнь, собирали, собирали. И вот они взяли, сдали эти деньги для того, чтобы была построена квартира. Они как бы соинвесторы им объяснили, что вы соинвесторы. А кто, у кого деньги-то оказались? У той фирмы, которая является фирмой-застройщиком. Вот она реально и присвоила эти деньги. Потому что она может с ними делать то, что необходимо для строительства. А как она будет строить? Это она определяет, а не эти самые соинвесторы. И в итоге что может получиться? Ну, например, вот стоит на Светлановской площади дом, про который было написано, что он должен быть введен в строительство в третьем квартале десятого года. А сейчас уже семнадцатый год, и счет дом не введен. То есть люди деньги отдали. А на самом деле, и в свое время, до вот этого преобразования, когда собственность объявляется с момента регистрации, собственность просто фиксируется в проектном инвентарационном бюро, что вот у вас такая собственность и все. Или вот у вас есть договор купли-продажи. Вы купили, ну вот она и зарегистрируйте его. Но она не регистрируется, собственность, а не появляется. А записали сейчас, что появляется в законодательстве только с момента регистрации. Значит, выходит, деньги вы отдали, вы не собственник той квартиры, за которую вы заплатили деньги. А собственник тот, кто денег за нее не платил. В итоге, вот, например, Полонский гражданин, которого, наверное, вы знаете, собрал семь миллиардов со своим дружком, который объявился строителем, а Полонский собирателем денег, они собрали семь миллиардов с москвичей и укатили в Камбоджу. А там тоже такие хорошие люди, которые сказали, хотите у нас в Камбодже, чтобы российское правосубие вас отсюда не выскребло, давайте, значит, полтора миллиона долларов. Он говорит, вы такие-сякие и плохие, его скрутили, и сказали, тогда мы вас выдаем России, отдали вы его в Россию. И он теперь в СИЗО сидит, а денежки, а денежки все, денежки уже никуда не деваются. Он, Мавроди, который МММ создавал, он денежки собрал, это был процесс присвоения предметов природы, бумажные деньги были, предметы природы, на них картинки есть, банковские билеты. В рамках определенной формы общества и посредственного дела собрал. И что дальше? А дальше люди лишились этих денег, а он их присвоил. А дальше что? А дальше попытались его судить. Но, видимо, никто не хочет его судить всерьез. За что его можно судить? Вот я вам отдал деньги. За что вас надо судить? Меня спрашивают, а вас бил вот он, товарищ? Нет? Резут? Нет. Вы сами отдали? Сам. Ну так вы сами отдали, за что вы можете его судить? Не отдавайте. Вот ей же вы не отдали, отдали ему. Так и за что вы собираетесь его судить? И вот начали его, этого самого требовать, с него деньги вернуть, с этого Мавроди. А он не возвращает миллиарды, которые он набрал. И есть решение о том, чтобы он вернул сюда, а он не возвращает. У вас решение, а у меня деньги. Видите разницу? Кому лучше, у кого решение, или у кого деньги? У вас решение, что это ваши деньги, а у меня деньги ваши. Я их могу тратить. А вы можете свое решение разменивать. Как вы можете разменять его? Никак, оно не разменивается. Что делать? Я-то вообще могу сказать, что делать, как специалист по этому делу. Значит, есть такое в законе положение о том, что, если не выполняется решение суда, то можно возбудить уголовное дело по этому поводу. Вот уголовное дело, по-моему, вроде не возбуждают. А народ не знает, что есть такое положение в законе. А народ знает, что есть судебные приставы. А судебные приставы могут что-то сделать. Вот вы, я у вас забрал 5 миллионов. Вы выиграли в суд, чтобы с меня взыскать. Что будете делать дальше? Вот у вас есть решение суда о том, чтобы с меня взыскать 5 миллионов. Что будете делать? А у меня есть ваши 5 миллионов. Что я буду делать? Что хочу, то и буду делать. Они же у меня. А вы что будете делать? Расскажите. То есть вы будете молчать Молчите, а я пойду втратить ваши деньги Куда-куда? Я вам решение сюда дала, скажет вам судья Больше не отрывайте от работы Вы решение получили? Оно в законную силу вступило через 10 дней? Я его не обжаловал даже Что я буду обжаловать? Я взял у вас 5 миллионов Я не отрицаю Взял я у вас 5 миллионов, не буду обжаловать Все, через 10 дней вступило в ваше решение в законную силу Простите, а буду я вам отдавать? Не буду Ну так вы сами знаете, только что тогда вы Ну повесьте себе на стенку свое решение Скажите, я выиграл суд Будете показывать коллегам Из своей группы А еще какие ваши действия? Ну мы, что вы нас спрашиваете? Мы же конфликтологи Мы такие судебные конфликты не разбираем А это же конфликтная ситуация или нет? Ну типичная конфликтная Что нужно делать? Кто будет исполнять решение суда? Судебное приставо Ну и что вы ждете туда? Так ваши действия? Мы обращаться туда Туда? Они скажут, мы с решениями суда не работаем Несите исполнительный лист Где вы его возьмете? В суде А? В суде Идите в суд обратно Вот вы уже потеряли месяц, два А я уже все трачу и трачу Уже там 4 миллиона осталось Короче говоря, значит Пошли вы обратно Судья с нами разговаривать не стал Скажет Вот есть там К секретарю обращайтесь Секретарь сказал Через неделю я это подготовлю Вам дам подписаться И вот вам выдают исполнительный лист Судебным приставом Ваше решение суда даже смотреть не будут Только исполнительный лист Там номер будет Исполнительного листа И вы пришли Куда вы пойдете? Куда пойдете? Куда? В Москву? В Кремль? В Смольный? Нет Куда? Все-то вы не готовы к тому Чтобы бороться с этими Такими же опьят Унеецами А? Не доводилось пока еще Такие ситуации Так он не доводился Только хотите вляпаться что ли? Как раз надо заранее это все знать Идете к старшему судебному приставу Своего района Эти, значит Не видны эти места Потому что когда вы зайдете Службы судебных приставов Видите Там они сидят друг у друга на голове Мало у них очень места Какого-нибудь дворе Например На Лиговской Напротив есть Отойдешь одну остановку От Московского вокзала И там судебные Приставы Центрального района Расположены Во втором дворе А напротив Могучий там бизнес-сцент На другой стороне Лиговки А вот во втором дворе Там судебные приставы Вот вы принесете Пришли ко мне Я старший судебный пристав Че надо вам? Что? Ну-ка давайте сюда исполнительный лист А вы хоть копию-то себе сделали, нет? То, что это я его возьму И я потеряю И все Он в единственном числе выдается А вы-то, вы же конфликтолог? Вот вы, если у меня с вами конфликт Вы пришли и дали мне бумажку А я взял бумажку И на 24 части ее порвал А вы что должны делать? Ну, копии всегда А вы тогда достаете копии Да, вот Михалыч, вот вам еще Я еще порвал Ну, треть я уже неохотно рвал Ну, вы мне подлинг-то не торопитесь отдавать Правильно? Ну, хорошо Вот я, короче говоря Взял вашу эту бумагу И назначил Сказал, приходите через неделю Я назначу пристава Который будет исполнен Вот его и назначили Вот я его назначил Он будет исполнять К него будет теперь ходить Вот приходите к нему через неделю Говорит, вы будете исполнять? Я буду исполнять Так когда это будет? А вот сейчас мы напишем письмо И он пишет письмо То есть мне Уважаемый Михаил Васильевич Согласны ли вы добровольно Исполнить Исполнить лист номер такой-то? И что я отвечаю? Как думаете? Нет Ну, какая-то вы не опыта Как-то я не знаю Я пишу Согласен Деньги у кого? Уже 3 миллиона Так Ну и все Вы что, будете сидеть дальше? Или что? Все разделать-то Вы через 2 недели приходите К судебному приставу Говорит, так и так Так ничего не выполняется? Он говорит Так мы снова напишем И пишет снова Судебный пристав Повторно вас спрашиваю Уважаемый Михаил Васильевич Согласны ли вы Выполнить решение суда? Что я пишу? Конечно А? Конечно Да, я пишу Правильно Само собой Согласен Все? Уже 2 миллиона? Дальше что вы делаете? Вы приходите уже В таким Стоном В конце концов Вы как-то Что-то можете сделать? Он говорит Могу И он накладывает на меня штраф Тысяча рублей И я это Тысяча рублей Я вообще бы заплатил Но вроде Не заплатил Но вроде Тысяча рублей Не заплатил Когда его еще раз Страф наложили Он не заплатил Тогда Служба Союзных приставов Умеет право Его На 15 суток Арестовать Он 15 суток Работал За 15 суток Считаю Он получил Миллиарды Подумать Какое дело Это как бы На заработки сходил Но на самом деле Вот можно Что не любят делать Судебные приставы И неохотно Делают соответствующие службы Возбудить уголовное дело В связи с неуполнением Решения суда То есть надо Все эти документы Собирать Вот дескать Соглашался Не сделал Но это долго будет Это возможно То есть одно дело Разговор А другое дело Реальное присвоение Это тоже Общественные отношения Определенные Складываются То есть на самом деле Обычно Собственность появляется Каким-то экономическим путем Или таким Естественным путем Потом она просто регистрируется По факту И даже есть такое Вот например Можно получить собственность По предварительной давности Если вы в течение 10 лет Чем-то открыто владеете Какой-нибудь Собственностью Или если это Недвижимость В течение 15 лет То судом может признана Собственность ваша На это То чем вы владеете Так Возвращаемся К вопросу Присвоения То есть речь идет Не просто О бумажках Присвоения О реальном присвоении Процесс присвоения Предметов природы В рамках Определенной формы Общества И посредством нее Вот что называется Производством Поэтому Производство Оно Выступает Раз от общественной формы Раз посредством Определенной общественной В виде какого-то Способа производства Обязательно Не бывает Производства вообще Всегда бывает Либо одно Либо второе Либо третье Всего пять видов производства пять способов и вот этот способ производства представляет все единство производительных сил и производственных отношений что такое производительные силы знаете из чего состоят производительные силы общество кто скажет что скажет дам 5 миллионов никто не хочет что долларов а чего если долларов так вы ответите все равно не ответите какая разница чего ну евро производительные силы из чего состоят средства труда еще вы видели чтобы производили сами средства труда индивидов то есть из меня я индивид то есть я производительные силы да очень приятно и выбрать войны и чем производим сейчас как все разговариваем вам разговор про мясо нужно вместо обеда не мясо разговор про мясо я могу вам лекцию прочитать про про первое лекцию про второе а вы когда будете ссоры получите диплом и будете рассказывать про что хочу про что он про мясо про рыбу про капусту и будете читать лекцию про хлеб мы уже поговорили все нормально можно уже не брать к столу хлеб все с хлебом все отлично значит производительные силы главной производительной силы всего человечества является кто рабочий трудящийся главной производительной силы от он производит средства производства сами ничего не производят правильно или производ nächste сами не нужно вот главное производительная сила вооруженная средство и производство ее совершает процесс труда в рамках определенные формы общество Поэтому производительные силы – это работники и средства производства. Причем главная производительная и активная производительная сила – это работники, рабочие, трудящиеся, а средства производства приводятся в движение этими работниками. И вот благодаря тому, что в рамках производственных отношений совершается этот процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее, мы получаем и имеем общественное бытие. Вот это общественное бытие называют базисом общества. Почему? Раз оно лежит в основе всех других отношений, то это вот базис, а политические, идеологические, юридические и другие отношения, включая государство, называется, соответственно, политической, идеологической, юридической и идеологической надстройкой. Вот тогда мы получаем с вами такую систему, что на определенном экономическом базисе, на определенном способе производства высвышается политическая, идеологическая и юридическая надстройка. Это значит, что мы должны еще знать, как называются вот эти элементы в настройке, да? Государство кто-нибудь знает, что такое? На всякий случай я не объявляю, что выдам доллары, потому что вдруг знает кто-нибудь, что государство. Тут я могу прогореть. Государство что такое? Это мой друг, это что-нибудь плохое, а у нас государственный университет. Может, это колдунский университет. Что институт? Институт у нас в Чавасофии, а у нас университет. Так что такое государство? Вот вы там, сам у нас свежий человек, это вот последний, пришедший. Она отдыхала, а мы тут трудились, не подкладывая рукой. Так вы должны сказать, что такое государство. Тогда вы получаете индульгенцию. Индульгенцию. Государство что такое? У меня такое впечатление, что я такие неприличные вопросы задаю, как-то все смотрят, думаю, что вы такое спрашиваете? Что вы нас спрашиваете вообще? Мы в государственном университете, что вы нас спрашиваете, что вы государство? Мы живем в российском государстве, что вы нас спрашиваете, что вы государство? Ограниченное число? Нет, ограниченная территория, обладающаяся именитетом, на что вы проживаете сколько народов? Ограниченная территория. Это что, места заключения, что ли? Ограниченная такая территория. Колючая провода, как здесь она? Как-то у вас это, даже мне так страшно стало, может и не выпустят нас отсюда уже? Какая? Индивидуализированная или институционная? Так. Общественного, правового... Хорошо. Будем считать, что такое территория вы знаете, что такое единство знаете. Что такое право знаете? Что такое право? Это определенные нормы, регулирующие в нашем обществе. Что значит определенные нормы? Это как бы неопределенные нормы. Вот если вы спросите, что такие студенты? Это определенные люди, которых сидят на определенных местах, и когда им задаешь определенные вопросы, они дают неопределенные ответы. Значит, государство называется машина насилия и машина принуждения, с помощью которой господствующий класс осуществляет свои экономические интересы. А то, что она распространяется силой этого государства на определенную территорию, это правильно то, что вы сказали. Если это та территория, на которой силы данной государственной машины, данной машины принуждения не распространяются, она и не является территорией этого государства. То есть, определение должно брать существо дела, а не просто форму. Потому что состав там такой, там очень большой, есть же и законодательные органы государства, и исполнительные органы государства, есть принудительные органы армии, есть, которые защищают от внешних, и внутренние войска, которые с кем бороться должны? С теми, кто внутри попытается пойти против интересов господствующего класса и так далее. Потом существует вся эта система, судебная система, да? Служба судебных приставов, сюда же входит государство. Сюда входит и так называемая пенитенциарная система, красиво так называется. Это что такое? Пенитенциарная система, не знаете, не? Эти федеральные службы исполнения наказаний, ФСИН, тюрьмы, лагеря, вот это и есть. Все это входит в понятие государства. Чиновники все входят сюда. Без чиновников нет государства. Государство обязательно предполагает чиновники, которые должны исполнять. Их потом отлавливает следственный комитет, который тоже входит в государство. Потому что они взятки берут. А взятки берут, потому что они принципиальные люди. А какие у нас сейчас принципы? Вот какой у нас сейчас принцип? Приоритет каких интересов, общественных или личных? Если личных, я должен тут чем заниматься? Если я попал на эту должность, будучи чиновником, надо удовлетворить свои интересы за счет студентов. Так? Вот я все время по этому спрашиваю, хочу пополнить свои знания. Ничего у меня не получается. Хотел удовлетворить, я как человек принципиальный, это уже хотел узнать. Ну, приходится мне самому отдуваться. Ну, что делать тут? Мне говорят, вы обязаны. Обязаны – это одно дело, а я думал как-нибудь вывернуть из этого дела. Но не получается. Так. Государство. А право что такое? А право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Очень просто и понятно, что такое право. Возведенное в закон воля господствующего класса. Можно долго говорить – это нормы определённые, неопределённые. Так смысл? Так в чём право? Ну, какой класс господствует – тот и устанавливает эти нормы. Вот вы будете господствовать, вы и устанавливаете будете. Вот кто экзамены будет принимать – вы или я? Я буду принимать. Какие нормы будут экзамены – вами установлены или мною установлены? А я от имени кого будут установить эти нормы? Тренингаспособств. Тренингаспособств. Всё правильно. Вот. Всё хорошо. И что? А если вы двойку получите, вас сколько выгонят из университета? Это что? Это машина принуждений. Я вот винтик этой машины. А вы попали под этот винтик. Зачем под него попадать? Чтобы вы под него не попали, мы сейчас выясняем с вами заранее. Чтобы не было таких вот случаев, чтобы вы какое-то… Я спрошу вас на экзамен, скажите, я не знаю, что это такое. А вот мы сейчас разбираем все слова, да? Потому что нам это не надо, чтобы вы… Это мне морока, если вы получите двойку. Можете представить? Это же надо пересдавать осенью. Потом комиссию. В комиссию надо мне своих товарищей искать, преподавателей, которые соберутся и скажут, что же вы ему поставили, Михаил Владимирович, и два, так поздно. Давно надо было выгнать его? Безобразно себя вёл, не занимался, не знает элементарных вещей. Некоторые думают, что соберётся комиссия и справедливо будет. Какая может справедливость-то, когда государство – это машина насилия? Это же что? Это диктатура? Или нет? Класса. Всякое государство – это диктатура господствующего класса. Ну, Ленин, например, совсем очень резко высказывался по этому поводу. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, либо безнадёжный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Не бывает какого-то неопределённого. Феодальное государство – это диктатура феодалов. Ну, там – это самое честное государство. Там сразу – вот вы – крепостные крестьяне. Что вам нужно делать? И не думайте, вмешайте себе в политику, правильно? А мы – дворяне. Раз, два, три. А вы на бал пойдёте? Идём на бал. А вы должны нам, пожалуйста, работать, чтобы мы могли прибавочный продукт продать, приобрести нужную одежду, для балов. Ну, и потом там должно быть всё красиво. Отстроим дома, дворцы. Ваше дело. Вот на барщине отработали, а дальше вам свобода. Что вы будете там сажать? Как вы будете там выживать? Какая у вас семья? Да, как вы будете там. Здесь – это ваше личное дело. Это нас не интересует. Но если вам будет тяжело в голодный год, я вам помогу. Из амбара достану хлеб, и под условием, что вы в урожайный год обратно дадите с процентами, вам дам этот хлеб. Потому что если вы умрёте, так мы пропадём. Как же мы будем ходить на балы, если они умрут? Надо же их подкормить сейчас. За их же счёт. Так, то есть надстройка определяется чем? Какой класс господствующий определяется надстройкой или базисом? Сначала определяется, какой класс экономически господствующим. Для того, чтобы стать экономически господствующим классом, в буржуазии надо было что делать? В недрах феодального общества, на базе прежних цехов, создать простую мануфактуру. То есть вот мы сидели и делаем сначала одни и те же вещи, но все вместе. Вот я смотрю, как вы делаете, и у вас учусь. А вы смотрите, как она делает, и у неё учимся. А она делает, вот как она делает, и у неё учимся. И все учимся, кто что лучше делает. А потом мы взяли и разделили свой труд между собой. А что значит разделили? Если раньше мы делали этот стул, то теперь вы делаете спинку, я делаю крышку, вы делаете ножки. А вы их собираете, а вы их красите. Так? А это можно, это же, это же, это же, к элементарным вещам. Поэтому это можно передавать машинам. На машине это делать уже, не вручную. Раз, 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 раз. Вот, например, просто так вот вам дай, или мне дайте, поручите мне сделать стул. Такая дрянь получится. Может, у вас лучше получится, чем у меня, потому что я не специалист. А вот ножку сделать, это вот я. И вы сделаете, и мы вам нам много размера дай, и мы вот рубаночку, раз, раз. Подумаешь, отпилили, немножко подрихтовали и ножку сделали. Или там собрать, когда вы уже все сделали, тоже не проблема. Надо только выяснить, где у нее вверх, где вниз. Это называется уже мануфактура. То есть мануфактура – это кооперация, основанная на разделении труда. А кооперация что такое? Тоже не знаете? А чего вы ее не знаете? Кооперация. Так это вся мумслойная. Ко – это что значит? Это со. А вот вы специалист по операциям. Чего вы-то молчите? Совместные действия. А? Совместные действия. Кооперация, да, совершенно правильно. Вот, видите, вот люди, оказывается, знаете, просто скромничали. Или специально не говорили, чтобы мне навредить. Кооперация. А что такое кооперация? Да я могу вам уже сказать полное название ее. Кооперация. Экономическое определение. Это так просто не найдешь. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном, или связанных между собой процессах производства. Кооперация. То есть в понятии кооперации сидит планомерность. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц работает в одном, планомерно работает в одном, или связанных между собой процессах производства. Вот почему про Советский Союз можно было сказать, что это единый социалистический кооператив. Почему кооператив? Потому что такая форма труда полномерно работает в одном процессе производства. Единая фабрика – единый кооператив. И фабрика – это тоже кооперация. Но она основана уже на машинном труде, а мануфактура на ручном. Поэтому сначала были мануфактуры, которые создавали капиталисты, потом они создали фабрики. Накопили богатство. А когда накопили богатство, поставили вопрос о том, что надо власть менять. У нас уже все богатства, у нас фабрики, мануфактуры, а правят феодалы. Когда буржуазия накопила такую силу в России, когда это произошло, когда уже экономика в России стала капиталистической. Но не во втором издании, как мы сейчас имеем, а в первом издании. В каком веке? В 19-м, 20-м, 21-м? В 19-м. В 19-м веке не только город, но уже и деревня была в основном капиталистической. То есть там были сельские буржуа – кулаки, сельские рабочие наемные батраки, ну и мелкобуржуазии – чередники. А мелкобуржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть кулак – это не это имеется в виду, а кулак имеется в виду – сельский буржуа, капиталист. Но он сельский почему? Потому что он производит сельскохозяйственные продукты, а тот, кто нему нанимается – рабочий, но сельскохозяйственный. Как он называется? Батрак, батрачить на кулака. А мелкий буржуа есть и в городе, есть и в деревне. Вот те мелкие буржуа, которые в городе, они так обычно и называются – мелкие буржуа. Сейчас они называются красиво – самозанятые. Как бы вы не самозанятые. А они самозанятые. А что вы не… Как-то так называют, как будто это… Другие люди нет. Они говорят, у нее есть свое дело. А у вас вот конфликтологом быть не ваше дело, а? У вас свое дело? Своим делом заниматься? Своим. Говорят, мы, значит, создадим свое дело. Что значит «свое дело»? Вот они зарегистрируют какой-нибудь свой ООО «Зеленый дым». Сделают ларек и будут в этом ларьке продавать. Там покупать, сюда привозить, продавать. Или купят три козы. Потом две козы сдохнут, разорятся и все на этом. Потому что мелкие буржуа у нас разоряются систематически. В буржуазном обществе что со средней, с мелкой буржуазией происходит? Запомнишь такое мелкое буржуазие? Это мало кто знает. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А если я мелкий хозяйчик и работаю сам на себя, то есть огурчики вырастил, сам же их закатал в банки и всю зиму ел с картошечкой. Картошечку тоже сам вырастил. Ну, может быть, я соли купил, чтобы тут я выходил на рынок. А так, в основном, не общаюсь с этим рынком, не для рынков, а сами для себя. Есть и мои пирожки самые вкусные, я для себя готовил. Не для продажи. Если для продажи, я туда бы соевое масло положил. Или еще что-нибудь, пальмовое, маслоши. Почему? Оно в 5 раз дешевле. Если до продажи, зачем я буду за сливочное масло класть? Подумайте, подумайте своей головой. Сгущенку делаешь у нас без молока. Продают? Сейчас. Продают. А сметану без молока? А вы не видели такое написано маслом? Спрет. Молочно-растительный спрет. Что это масло называется? Я не знаю. Красиво называется. Если бы я был мелким буржуа, я бы тоже назвал масло. Люди его грамотные прочитали и купили. И попались на своей грамотности. Вот если написано не сметана, а сметанка. Это точно уже не сметана. Это 100%. Можете проверять. Пойдете, увидите. Если что-нибудь написано, не то. Но если то написано, то тоже может быть. Значит, мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, рабочий на рынок. Судьба его какая? Основная масса превращается в пролетариев, разоряется. А какое-то количество, очень малое, превращается в буржуа. То есть это тот класс, который средний. Когда все ищут средний класс, средний класс. Он и есть средний, который тает все время. Но некоторые появляются снова. Их убеждают, дескать, давайте, начинайте. Бросайте свою конфликтологию, будете богатые. А вы говорите, знаю, я видел, как они бывают богатые. Лучше я тут посижу спокойно. Тут ничего не холодно. Тепло, разговариваем. Сидим, нас уважают все. Конфликты впереди. Сейчас никаких конфликтов нет. А там видно будет. Так. Это было в 19 веке. Ну и, соответственно, когда силу набрал новый класс. Что он? Он же не может говорить, дайте мне власть. Как он должен говорить? Дайте власть народу. Народу. Так? Правильно ведь будет? Так? А кому народу? Ну, значит, мы крестьян освободим. Вот французская буржуазия, она же за освобождение выступала. Великую французскую революцию крестьян. И лозунги были все общенародные. Это будет. Любые классы могут управлять государством. Писали буржуазные идеологи. Тири, Минье и Гизо. Любые классы. А феодальные историки говорили, только благородные могут управлять государством. Вот если вы, папа, у вас не барон? Нет? Не можете управлять государством. А у вас мама не графиня? Нет? Не можете управлять государством. А вы не княгиня? Ну, вы не можете управлять. А вот мы можем, если мы благородные. Вот Ленин мог управлять государством. Он доверянин. Дзержинский мог управлять государством. феодальным потому что он тоже зверинен вот так вот было феодальным а в буржуазии вообще нарушила это все любые могут быть и сама пришла к власти раз любые могут быть но она освободила крестьян от крепостной зависимости в россии то не так получилось в россии наших буржуазии ничего то никак не хотела освобождать поэтому только большевики уже в октябре семнадцатого года декрет издали о земле по наказам крестьян и разделили землю по едокам это чисто буржуазная мера потому что кто-то понимает интерес буржуазии прекрасно понимает что я вот сейчас вам землю поровну раздам а через 15 лет у одних будет много земли других мало правильно ну как например ваучер раздавал гайдар вместе со своим другом чубайсом чубайсом сейчас перед рыжих псов называют деревнях именем чубайс потому что все увидели что вот вроде всем раздали в том раз уже вам полтора года не будем платить зарплату приходить будем проходная спрашивания хотите вы нам свои акции пустые эти бумажки вам ничего на них не дают вам живые деньги сейчас вы отдаете потом к вам эту вас встречаю у проходной а вам кушать нечего полтора года зарплату не платили давайте ваши акции да ну и так вот мы пошли вдвоем и завод и купили на ваучер а вы остались носом это уже фокус это уже просто делается сначала надо разделить пором чей это лозунг отнять и разделить чисто буржуазный лозунг ну а преобразование советского союза там другое отнять и соединить это не все отнять а только крупные у крупного капитала отнять крупные фабрики и заводы которые они могут в руках удержать как можно в руках удержать собственность это не в руках она не это общественное уже по природе своей по общественному характеру производства ну вот так что мы теперь с вами знаем что такое базис и что такое политическая настройка государства она и имеет и правы и так сказать нормы возведенные в закон воли господствующего класса и диалоги какая господствует какого класса господствующего класса что тут непонятно кто на следующих выборах победит ну молодец не надо заморачиваться все соответственно а ты ходят спрашиваешь кто победит кто победит кто победит а мы с вами знаем как потому что общественное бытие определяет общественное сознание правильно вот ваше общественное byte не ваше б痛ение определять ваше сознание ваше сознание зависит от того кто вас родители какие вы книжки читали с кем разговаривали с встречались. Кто на вас повлиял правильно? Какое у вас сознание? Вот у Энгельса, он был фабрикант, а сознание у него пролетарское. Даже он его вырабатывал, это сознание. Или Ленин, он дворянин, а он идеолог и вождь мирового пролетариата. Ясно, что это никак не вытекает из бытия. Но общественное бытие, конечно, определяет общественное сознание. Ну, как может быть так? Вот если мы пойдем на выборы, а у меня миллиард, а у вас только миллион. Кто выиграет? Во-первых, вы не успеете даже подписи собрать. Знаете, как я подписи буду собирать? А вот буду платить студентам по пять тысяч в день, чтобы вы стояли по два часа у метро. Ну, два часа, это не трудно. Правда, два часа поставить. И собирали подписи просто за право участвовать в выборах. Это не надо за меня выступать. Знаете, для чего собирать подписи? Чтобы только зарегистрировать кандидата, да? И вот никто не успевает зарегистрировать. Вот те партии, которые уже прошли в Думу, они освобождены от сбора подписей. То есть не собирать надо. Единой России не надо собирать. Справедливой не надо. ЛДПР не надо. КПРФ не надо. А вот если кто новенький там, то давай, например, любая другая партия, а их 74 были допущены к выборам 74 к последним выборам. Собирайте. Вот Прохоров в свое время, он же миллиардер. Он быстро собрал подписи. Ну, примерно, как я рассказываю. Ну, чего вам два часа поставить пять тысяч в день? Не так и плохо. Сколько там? Тридцать дней? Тридцать на пять? Ну, сто пятьдесят тысяч. Ну, это удачи, пять тысяч студентов. Пусть они подкормятся. Хорошее дело. Раз ты собрал уже подписи. А другие все собирает, собирают и не могут. Вот я был кандидатом в народный, в эти самые, дважды был в народный депутат СССР, зарегистрирован был. Тогда еще не надо было больших денег. И еще был кандидатом в депутаты Госдумы. Мне немножко выделили денег от партии труда. И вот мне потом секретарша в избирательной комиссии говорит, Михаил Васильевич, ну, чего вот вы не собрали подписи? Сели бы у компьютера и решили бы задачу, как все решают. Я говорю, зачем мне это надо? Я буду подделку подписи занимать. Не хочу. Так что, почему вдруг находят столько ошибок в этих, при сборе подписей? Да это не ошибок, а липо, так сказать. Берут эту базу, начинают на эту базу, потом ставят подписи. Ну, часть докажут, что это неправильные отзывы, а часть не докажут, кто-то проскочит. А вот как раз, если у меня миллиарды долларов, зачем мне это нужно? Я должен человеку чисто сделать, красиво, правда? И пять тысяч получится. Чего плохого? День. Красота. Так что, общественное бытие определяет общественное сознание, мы это знаем, что это определяющее, и поэтому мы из этого исходим, что и государство этим определяется, и право этим определяется, и чем этим определяется вся система, норм, правил. А мораль? Это мы об этом поговорим. Морали, сколько классов, столько и морали. Вот вы считаете, вы считаете, что чужим трудом жить нехорошо. А я считаю, что хорошо. А почему вам нехорошо? Потому что вы не можете присвоить этот чужой труд, вы неудачник. А я удачник, я миллиардер. И я считаю, что хорошо, я могу корабль купить. А чего плохого? Ну, куплю я корабль, могу один раз вас пустить на корабль, чтобы вы посмотрели, как тут хорошо. Ну, долго-то не задерживайтесь. Я вот жду, когда придет студент такой, у которого папа миллиардер, мы бы сейчас на корабле с вами провели занятия. Сейчас вот еще не очень, а вот в мае хорошо будет по Неве. Ехайте, кофе пусть нам нальют. Я буду вас спрашивать. Я вот с удовольствием отпеваю кофе. Будете отвечать, что право, поведенный в закон воли господящего класса. Красота! Ну вот, то и не графы вы, и не миллиардеры. Сколько там? Пятно там. Тогда конфликтовать будем. Что делать нам остается? Так, вопросы есть ко мне? Нету. Спасибо за внимание. Ну, мы с вами так продвигаемся, чтобы мы все основные понятия знали хорошо. Это важно, чтобы нас на Микине не проявили. Конфликтологи, если конфликтологи будут запутывать, это же недопустимо, правда? Он должен все знать, взглядом прожигать все насквозь. Все хорошо. В следующий раз. Знаешь... В следующей раз. В следующем раз. jungхRP